Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам, как пошить вот такую двухстороннюю юбку со шлицей. Честно скажу, я такую юбку никогда не шила, и когда мне попалась вот эта юбка, уже готовая, как говорится, в руки, я решила, что нельзя упускать такой момент, надо обязательно вам эту юбочку показать. Юбка прямая, зауженная по боковым швам. Вверху просто резинка. Внизу никакого шва нет. А если у вас ткань будет с каймой, то это просто находка. Тогда вы эту юбку сможете носить именно с двух сторон. И с одной стороны, допустим, она будет у вас однотонная, а если вы вернете, то здесь вот будет идти, допустим, какая-то кайма. Итак, рассмотрим, как такую юбочку раскроить и пошить самое главное. Крой тут самый обычный. Но пару слов про крой, конечно, все равно скажу. Итак, берем две длины. Вот одна у нас длина, вторая длина. Здесь я пометила. Складываем ткань, как всегда, лицевая к лицевой, по ширине в два раза. Сложили. Значит, вот здесь от низа я отложила длину шлицы. Ну, это как бы размер совершенно крошечный, но тем не менее, чтобы вам было понятно. Значит, рассказываю. Если ткань, допустим, у вас будет шелковистая, вот как на моей юбке, то не торопитесь вот здесь вот разрезать. Будет очень даже уместно и удобно, и работа так будет аккуратнее. Если вы прострочите до шлицы, здесь прострочите, а потом разрежете по ширине. Это вот просто, чтобы вам было легче, чтобы ткань не играла, не сдвигалась. Итак, прострачиваем. Отметку сделайте левее, чтобы вам было все видно, чтобы лапка не закрыла отметочку. Так, машинка прострочила на один стежок. Ну, ничего страшного, значит, и здесь мы сделаем на один стежок больше. Ну, ничего страшного, значит, и здесь мы сделаем на один стежок. Так, разрезали. Складываем вот таким образом. Если здесь мы сшивали правая и левая стороны, то здесь будем сшивать верхняя и нижняя часть. Вот, вот эту детальку нам надо прострочить, вот эту часть. Так, вот этот шовчик, чтобы он нам не мешался, вот так в сторону откладываем его, отгибаем вправо. Вот здесь вот совмещаем. Так, и вот прострачиваем. Строчка закончилась и строчим дальше с одной стороны и так же делаем с другой. Ткань у меня толстая. И вот, чтобы случайно не захватить вот здесь, вот эту ткань, я думаю, целесообразно будет, вот, ну, можно один стежочек отступить. Начнем вот не с этой линии, а у нас уже тут был один стежочек, да? Значит, вот так, чуть дальше. Прекрасно получилось. Делаем так же с другой стороны. Так, теперь, чтобы вот этот шов отогнуть, чтобы было легче, здесь я сделала насечку. Ну, а здесь вот провела линию. И ниже линии на один стежочек прокладываем строчку. Также здесь рассекаем. Так, швы делаем в разутюжку и отлаживаем. Утюг современный сломался, вода с него текет. Пришлось достать старинный утюг, девочки. Вот такой ретро-утюжок. Время идет, а ему хоть быхны. Выворачиваем. Вот такая получилась у нас шлица. Смотрите, все аккуратненько, аккуратненько. Ну, я как бы вот краила, как говорится, техническая ткань, да? Просто для примера. Поэтому здесь у меня боковых швов нету. Но вообще-то, конечно, можно пошить юбку без боковых швов. Здесь у нас боковые швы есть, потому что юбка заужена. А если юбочка будет прямая, можно совершенно обойтись без боковых швов. Вот, берете потом, складываете лицевая к лицевой, срез к срезу. И вот так вот все стачиваете. И останется только пришить внизу резинку. А, ну еще я обещала пару минут уделить. Как раскроить эту юбку? Так, значит, допустим, начинаем все сначала. Вот, когда у нас ткань была сложена, вот так, в 4 сложения, значит, сюда, вернее, отсюда, от сгиба, надо отложить 1, 2 полуобхвата бедер. Отложили, прибавляете на этот шов, на этот шов, ну и пару сантиметров на свободу. Вот и все секреты. А юбочка, и правда, очень интересная. Вот смотрите, на этой юбке, между прочим, вот пятна, да? Допустим, они не отстирываются. Вы юбку переворачиваете на другую сторону. И вот уже ваша юбка без пятен и носите с удовольствием. Сейчас эту юбку померяет Настенька. Мерить она ее будет с блузочкой, которая я недавно шила, блузка из круга. Между прочим, когда я шила эту блузку, про эту юбку я как бы еще знать ничего не знала. И вот смотрите, как хорошо цвет подошел. И, во-первых, если юбка у вас узкая, то верх должен быть широким. Вот все здесь так и получилось. Значит, кто не видел видео про блузку, ссылочку оставлю. Соходите, смотрите. Блузка очень интересная. Блузка из круга. Вот видите круг. Надеюсь, обзор платьев вам понравился. На сегодня все. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует.